Сеженье глядит в полуночь и блажен раме Божи, обрящих, дящих. Наши уроки православия проходят в студенческой аудитории Миссионерского института, где кандидат философских наук, диакон Павел Сержантов, читает краткий курс исихазской антропологии. Речь на этих лекциях идет о том, что у человека есть великая цель – обожжение. И для спасения ему необходимо меняться, чтобы вернуть утраченное подобие Богу и достигнуть с Ним единения и войти в Царство Небесное. Но как это делать практически? Ответ мы находим в аскетическом и мистическом опыте православных подвижников. На прошлых уроках мы говорили о том, из каких источников о таком опыте можно узнавать, какими бывают его духовные плоды, как различать опыт истинный и ложный, и как его правильно истолковывать. Важно помнить, что подвижники приобретали этот опыт, восходя ввысь по духовной лестнице и преодолевая вполне конкретные аскетические ступени. На каждой из них они действовали определенным образом и имели определенное духовное устроение, и при этом обязательно проверяли себя, все ли правильно сделано, тот ли результат получен. Заметим, возможности для этого есть, поскольку в исихазме существует целая система принципов проверки и истолкования. А потому проработанный опыт складывается в особую исихазскую традицию, которая имеет свои отличительные черты. О них отец Павел также говорит. Так, например, рассматривая в свете исихазской антропологии первые ступени лестницы аскезы, в покаянии и борьбу со страстями он поясняет, в чем их отличие от других религиозных практик. И на сегодняшнем уроке речь также пойдет о своеобразии исихазского опыта, но уже о тех его отличиях, которые свойственны третьей аскетической ступени – исихии или безмолвию. Что подразумевается под безмолвием? Внешнее безмолвие не главное, но оно тут тоже есть, да? Внешнее безмолвие, ну то есть вот отшельнические условия жизни. Человек живет не в общежитенном монастыре, а вот на отшельничестве. Один в пустыне, в лесу. Для того, чтобы достичь внутреннего безмолвия, да? Он устраивает себе условия внешнего безмолвия для того, чтобы достичь внутреннего безмолвия. Что это за внутреннее такое безмолвие? В этих условиях он имеет больше возможностей сосредоточиться на духовной жизни, покаянии, борьбе со страстями. Если Господь это благословляет, да, они приводят к тому, что человек переживает совершенно новый опыт. Нет, это безмолвие. Безмолвствует что? Уста, да? Ну мы можем читать про разных людей, которые дали обет молчания, да? Вот человек молчит, ничего не говорит. Об этом речь идет, что безмолвствует уста? Нет. Безмолвствует ум. А что это означает? Что поток мыслей, что ли, прекращается, да? То есть, как бы, достигается какая-то блокировка работы ума какая-то, да? Некоторые, кстати, духовные традиции, они специально этого добиваются, да? И считают, что это особо большая удача, если удается остановить поток сознания. Здесь об этом речь идет? Нет, не об этом речь идет. Здесь не поток сознания останавливается, а другое. Ум безмолвствует от страстных помыслов. Ум безмолвствует от страстных помыслов. Ум безмолвствует от страстных помыслов. Замолкают в нем страстные помыслы. И это показатель того, что духовная брань, как бы, он выигрывает ее. Вот мы говорили о том, что борьба со страстями, ведь она с переменным успехом идет, да? Сейчас это победа, завтра это поражение, да? Вот, когда человек терпит поражение, он в этом кается и вновь принимается за борьбу со страстями, да? И вот если ему удается, если ему удается основные страсти, главные страсти, да, вот, как-то победить, приструнить, умолить их действия, да? Со страстями своим, пусть это вот основные страсти восемь перечисленных или какие-то неперечисленные, какие-то у него личные, да, индивидуальные какие-то страстные, вот эти конгломераты образовались в результате греховной жизни. Если человеку удается с этим справиться, то совершенно новый опыт – это опыт, вот, безмолвия ума. Ну вот, смотрите, возьмем, допустим, страсть гнева, да? Мы каждый день исповедуем «Господи, прости, а сейчас и греших» словом, делом, помышлением, да? Ну, мы немножко в другом порядке напишем, да? Делом, словом, помышлением. Гнев делом, ну, понятно, да, рукоприкладство, допустим, там, вспышка гнева, драка, да? Словом, оскорбление, понятно, да? Помышлением, понятно, что человек на что-то обиделся, разгневался и там про себя надумал, нехорошие мысли, да? Поползли. Вот, вот это слово «помышление», да, последнее слово «помышление», оно очень интересное, потому что вообще во всех традициях оно есть, конечно, да? Помышление – это просто мысль и все, да? Ну, так оно и всегда принимается. Мысль. В исихазской традиции не так, как во всех. Здесь это не мысль, а здесь это особое такое вот понятие «помысел». «помысел», «помысел», «помысел». И вот мы с вами говорили об энергиях разных, об энергии страсти, самая мощная, самая заметная энергия, да? Вот есть страсть, да? Вот есть грех, да? Ну, в смысле, вот, ну да, грех, да? Греховный поступок какой-то. Греховный поступок. Сказанное слово тоже может быть поступком. Нет, не обязательно действие какое-то физическое. Это очень мощная энергия, это послабее, да? А вот это самое слабое. Вот это самое слабое, оно поэтому не попадает в поле зрения других традиций. Вообще не попадает. Греховный поступок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Короче, если помысел один, второй, третий, понимаете, то это уже не слабое воздействие, а это уже очень серьезное воздействие, докучливое такое, да, и насколько это воздействие может быть влиятельным, ну, каждый из нас знает, да. А пример такой, что, допустим, надо выучить стихотворение, да, человек ходит, учит, 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 никак что-то вот там в голову не идет, да, и там выучил, допустим, забыл там через две недели. Так-то сложно выучить, да, а с другой стороны, идешь в аэропорту, какая-то реклама глупая, и я могу точно повторить все слова этой рекламы, потому что я ее встречаю уже, не знаю, который раз, да, и она все время вертится. Визуально есть ряд, и есть обязательно какой-то звук, какие-то слова произносятся, я могу все это повторить. Я не хочу это слушать и смотреть, но я вынужден это слушать и смотреть, и оно как бы залетает все равно, да. А по какому принципу оно залетает? Да потому что оно вот именно так много-много раз повторяется и повторяется, и повторяется, и повторяется, и повторяется, а в итоге человек это запоминает, да. Но это делается не просто для того, чтобы я запомнил, а это делается для того, чтобы то, что рекламируют, я купил. И на этом уровне тоже это действует, да, потому что люди не просто запоминают, они, кстати, сейчас в магазине там видят, да, они это покупают. а вот это знакомое название вроде да вроде бы это знакомый нас покупает вот рекламщики по принципу помыслов действует ну они это так не называют я не знаю как они это называют на на них там свои какие-то есть термины да но они вот так вот и по они подкидывают какой-то помысл что вот вот это вот чепуховина которая не рекламирует это замечательная вещь вот без нее вообще никак да и по такой дешевке и вот и просто за даром отдают вот и люди покупают это маленькое воздействие секундная там да сколько она там длится секунд 15 да ерунда маленькое воздействие 15 секунды ерунда но она но она оказывается достаточно сильным для того чтобы запомниться и для того чтобы дальше стать каким-то руководством к действию и вот помыслы действуют вот на таком на таком механизме все здесь строится да что много-много раз повторяется одно и то же и допустим страстные помыслы вот без подкидывает какой-то страстной помысл он просто много раз повторяет одну как раз повторять одно и то же но это известно еще давно да это еще доктор геббельс ник ночи будь помянут говорил да что много раз повторено воспринимается уже как истина понимаете вот такой вот был а понимал эти вещи да образование у него там был слабенькая ничего он соображал что действительно но так вот и так на таком на таком примитивном уровне работают эти механизмы да вот и без и ими пользуются геббельсами пользуются другие люди ими пользуются помыслы до слабая энергия но очень с большими последствиями потому что много-много раз тюлька каждый раз капля на темечка кап-кап-кап-кап-кап-кап и человеку для него это уже непереносимо становится помысл это это слабая энергия да это вот энергия да а энергия чего помысл да но это и энергия ума да и тогда это может быть слово одно слово два слова обрывок фразы ну вот да и будет действовать это может быть это может быть энергия эмоциональная да настроение может быть какое-то да какая-нибудь музыка создает настроение да вот что-то прозвучало как это настроение какое-то осталось да улыбнулся человек да одна один другому настроение как-то осталось да как-то передалось тогда вот даже это можно называть тоже помыслом помыслов в этом смысле это такое понятие очень 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 большими широкими возможностями это мимолетное какое-то обрывочное какое-то вот воздействие на человека вот со стороны нас интересуют конечно страстные помыслы да то есть такое воздействие которое имеет целью в человека страсть внедрить вот это важно да вот это может быть на эмоционально, на уровне, во всем силам души, да, на уровне ума, на уровне эмоций, это может быть на уровне воли, да, это вот может быть какой-то волевой импульс, да. Со стороны делается так, что у человека возникает вдруг неожиданно резкое желание что-то сделать. Вот бывает такое, да, что что-то хочется сделать, и ты понимаешь, что это под влиянием того твоего собеседника, который специально это желание вызывает. Ну так он хитро как-то все это делает, раз так. Ну такие манипуляции психологические, да, вроде не просил, а вроде хочется чего-то такое побежать и сделать, а вроде тебя не просили. Если потом ты скажешь, что, подожди, я же для тебя бегал, он скажет, а я тебя об этом не просил. Ну вот она манипуляция в ее конечной стадии, да. Вот, то есть как, ну мы так друг с другом поступаем, да, ну и вот с нами так тоже поступают. Это может быть волевой импульс, это может быть даже и какое-то, какое-то физическое воздействие, ну вот, я не знаю, какая-то перцепция какая-то, визуальная какая-то картинка. Это может быть и это. То есть самые-самые-самые разные. Да, помысл — это вот такая слабая энергия, вот что-то мимолетное, что-то эфемерное. Но помыслы страстные тем сильные, что они повторяются, они повторяемы, да. И вот за счет того, вот если тихонько, не сильно человека бить по руке, вот в эту, да, вот в одну точку я буду бить, да, через какое-то время мне начнет быть очень больно. Понимаете? А удар не сильный совсем. Не сильный удар, да. Я даже не в пол силы бью. А будет очень больно. Тенят потом будет огромный, да. Вот. Понимаете? Воздействие слабое, но регулярное, но так постоянное, да. Страстной помысел, если мы о страстях говорим, да, то, конечно, речь идет о невидимой брани, да. Против нас воюют бесы. Мы все-таки, дайте реалистически подходить к делу, да, мы не просто боремся со своими недостатками. Это слишком слабо все сказано, да. Нет. Положение дел гораздо серьезнее. Есть не просто, там, мои недостатки, с которыми я должен бороться. Мне еще постоянно, да, что-то со стороны такое подкидывается, чтобы эти недостатки раздуть, 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 на них спаразитировать, на них манипулировать, да. За недостатки, за недостатки человека можно, да, вот как за ошейник, да, потом водить в одну сторону, в другую сторону, если знать его недостатки, да. Но бесы так и поступают с людьми. Вот. Им нужна власть над людьми, и они ее добиваются с помощью страстей. Вот. И поэтому со стороны нам подкидывают страстные помыслы. Это не только те недобрые мысли, которые вот во мне рождаются, да. Я затеял, там, что-то гадкое, да. Но это еще те недобрые мысли, которые со стороны подкидываются. Все-таки у нас рождаются мысли свои. Рождаются свои мысли, да. И их тоже, кстати, можно, наверное, называть помыслами. Вообще помысл в изначальном значении, это, как правило, все-таки страстной помысл, который вот со стороны пришел, да, от бесов, да. Но, кроме того, если вы посмотрите аскетическую литературу нашу православную, то вы увидите, что вы там найдете и благие помыслы. А это что такое? Ну, не от бесов же, да. Вот. Это помыслы, которые Господь Бог человеку подает, да. Вот. Не назойливо так вот. Тихо, да, так, чуть-чуть вот человека подталкивает. Ангел-хранитель чуть-чуть подталкивает, да. Не назойливо. Не то, что там в чудесном явлении, чтобы все были изумлены, попадали там, да, и потом рассказывали об этом всем, да. Вот. Нет. А вот так не назойливо. То есть это, 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 как бы, такой способ общения одной личности с другой личностью, который всегда был, всегда будет, да. Он в этом смысле универсальный. Вот. Кроме того, бывает, что мы сумеем думать длинными, сложно сочиненными предложениями, в которых много предадочных. А бывает, что мы думаем рубленными фразами, да, коротенькими, такими вот, по два-три слова, да, это тоже вполне можно помыслами назвать, да. Вот. Вот. Когда человек говорит молитву 50-й псалом, там, развернутая такая, да, картина, помилуй меня, Боже, повелиться и милости, ты во множество щедрот, очисти беззаконие мои, и так далее, да. Это одно. А когда человек говорит молитву, Господи, помилуй, два слова, все, это помысел. Это помысел. Тоже можно назвать это помыслом, да. Вот. Исихасская антропология уделяет большое-большое-большое-большое внимание помыслам. Больше нигде про помыслы мы с вами не будем читать ничего. Понимаете, это считается как бы... Ну, что тут говорить, полуфабрикат мысли, да. Вот. Вы сформулируете свою мысль, да, полностью. Вот давайте вы ее оформите, да. Пусть она во всей своей архитектонике встанет, тогда мы ее будем обсуждать. А так это наброски, это как бы там на манжетах, да, написали чего-то там такое. Это все как... Это не готово, в неготовом виде, да. Это как бы недостойно рассмотрения. Достойно. Потому что вот этот слой влияет на человека. И я сейчас не просто так про рекламу заговорил, да, потому что, смотрите, это пример далекий от церковной жизни, коммерческой рекламы, да. Ну, тут вообще никакого касательства нет в церковной жизни, да. Но она же использует эти механизмы. Почему? Да потому что они влияют на человека. Они могут человека побудить совершать какие-то поступки, которые выгодны, да, производителям этой самой рекламы. Что вы хотели спросить? Само понятие помысла, оно само, оно какое-то вот неявное, невнятное, смазанное, да, что-то какая-то мыслишка промелькнула. Человек говорит, ну, вот мне чего-то хочется вот такого. Вот я из... А что именно? Ну, я сам вот не могу тебе сформулировать, но вот мне вот тянет вот... Вот, понимаете, то есть, что какой-то импульс у него есть, но он пока этот импульс, он не развился до такой степени, чтобы там он был проартикулирован, да, и другому человеку там можно было объяснить. Ну, вот как какой-то зачаток будущего желания, да, есть, уже что-то, какой-то зародыш, вот, в самом начале процесса, да, процесс не завершенный, а только-только начинающийся, процесс мышления или какого-то переживания эмоционального, или какого-то пожелания, вот у человека есть какое-то стремление, поползновение, как мы сейчас говорим, да, вот, поползновение, то есть, чего-то куда-то вот он его тянет, да, а почему тебя туда тянет? Да я и не знаю, он еще пока не продумал, это у него не отрефлектированное, это пока не стало содержанием, содержанием его сознания, полноправным таким содержанием. И раз оно не полноправное, то все его выбраковывают и говорят, как бы, ну, здесь не о чем, да, вот. А в Исихасской традиции с самого начала, уже полторы тысячи лет назад, самое пристальное внимание вот на этом уровне, на самом тонком уровне работают подвижники, на самом тонком. Свят, 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 Боже, Боже, Богородицею помилуй нас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok